Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, имеющие отношение к сфере здравоохранения. В медицине нашего региона занято более 42 тысяч человек. Но достаточно ли этого, чтобы закрыть кадровый вопрос? И как оценивается уровень медицинского обслуживания в нашей области? Об этом и не только в актуальном интервью рассказал начальник управления здравоохранения Гомельского облсполкома Игорь Баранов. Игорь Васильевич, уровень медицинского обслуживания в нашем регионе, как Вы его оцениваете? Оказание медицинской помощи населению Гомельской области оцениваю удовлетворительно и хорошо. В некоторых районных центрах и областных учреждениях эта работа поставлена более организованно. Но на ряде территорий, к сожалению, требуются тоже определенные корректировки по соблюдению установленного порядка оказания медицинской помощи населению. Скажите, как обстоит кадровый вопрос? Хватает ли нам сегодня специалистов? Может быть, есть недостаток каких-то или напротив переизбыток? С учетом совместительства, укомплектованность с врачебными кадрами в организациях здравоохранения Гомельской области составляет 96%. Средними медицинскими работниками она составляет чуть более 97%. Вместе с тем в августе приступят на свое первое рабочее место 424 врача-молодых специалистов и 558 средних медицинских работников. Скажем, есть такой вид специалистов, которые возглавляют ТОП? Кого не хватает больше? Подчеркиваю, что ТОП возглавляют врачи-педиатры. Педиатры. Врачи-педиатры. Ну и есть, конечно, врачи-специалисты различного профиля. Узкие какие-то направления? Да, так называемое население врачи узкие специалисты, у которых тоже есть определенная необходимость. Здесь есть возможность переподготовки специалистов по наиболее востребованным специальностям, что мы делаем. Что ж, ну вот с количеством специалистов разобрались, а что касается количества медучреждений, вот насколько я знаю, актуальным остается вопрос нехватки поликлиник в новых микрорайонах, правильно? Да, эта тема актуальна, в первую очередь для города Гомеля, да. То есть идет, скажем так, решается вопрос по продолжению строительства поликлиники в микрорайоне номер 17. Ну и это еще, в общем-то, не вся, не в полном объеме решаемая задача. То есть есть, конечно, необходимость с учетом застройки новых микрорайонов. Насколько я помню, было озвучено предложение решить этот вопрос путем обустройства на первых этажах многоэтажек амбулатории, где бы работали врачи общей практики. Вот эта идея получила какое-то развитие на сегодня? Дальнейшего развития пока эта форма работы не получила. Ну, если бы проектные возможности закладывались при возведении того или иного жилого дома, сразу, чтобы потом не приходилось изыскивать дополнительное средство, изыскивать возможности на проектирование данных подразделений, потому что они имеют специфическую, скажем, структуру и принадлежность по своему функциональному назначению. Поэтому, наверное, эта тема продвинулась бы более быстро. То есть нужно наладить местную работу со строителями? Как вариант, да. То есть это как дополнение, как вариант приближения медицинской помощи населению в микрорайонах, там, где нет возможности построить большую поликлинику, скажем так, или амбулаторно-поликлиническую организацию. Я считаю, что такая форма работы приемлема. Игорь Васильевич, вот этот год, какие задачи перед системой здравоохранения стоят? Необходимо по-прежнему, в общем-то, работать во взаимодействии с пациентом. Это дальнейшая работа по развитию материально-технической базы, четкому соблюдению уровневости оказания медицинской помощи на районном, межрайонном, областном и республиканском уровнях. То есть своевременность, профилактика, ранняя диагностика и качество оказания лечебно-диагностической помощи в целом населению Гомельской области. Это неизменные приоритеты, которые приходится ежегодно над ними работать в первоочередном порядке. Что же, мне остается только пожелать, чтобы все ваши планы воплотились в жизнь. Спасибо вам огромное, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Спасибо.